Нужно ваше мнение. Недавние скандалы с известными личностями, как, например, Вайнштейн, видимо, Харрель Вайнштейна он имеет в виду, могут быть просто целенаправленным уничтожением репутации конкретного человека. Так как многие замешанные в этих скандалах люди являются держателем большого капитала и, предположительно, являются частью какой-то группы интересов, которая с кем-то не поделила что-то. А Энвер, ну, это конспирология, что... Ну, такое естественное, что ли, предположение, что обвиняют не потому, что там виноват, а по каким-то другим причинам материальным. Такие предположения всегда существуют. Это нормально, наверное. Но в данном случае вот с Харрель Вайнштейном это там ясно. Там не... Никто не доволен был этой ситуацией. Это очевидно совершенно. Но очень хотели крови феминистки. Вот это движение Мету, которое развивалось, получало поддержку политических групп, политических партий. И это было несправедливое решение. Совершенно очевидно. Там в основе лежало утверждение одного из прокуроров, что даже если насилие не имеет, как там, физических доказательств, то все равно не перестает быть насилием. То есть, если преступление невозможно доказать, то это не перестает быть преступлением. Там основное было, конечно, вот это. Противостояние с группой интересов нефинансовых. Это касалось очень многих. Как вы понимаете, вот эта ситуация, потому что всем стало ясно, что движения Мету феминистки могут, ну, любого человека привлечь к ответственности. И на основании вот этого прецедента, осуждения, без, ну, так мягко скажем, без физических доказательств преступления, считать человека преступником. Это уже касалось многих известных людей. И никак это не связано с финансовым положением. Понятно, что... Я внимательно следил за этим. Понятно, что эти твари, иначе я не могу назвать этих женщин, которые там плакали и говорили, что вот, наконец-то, справедливость восторжествовала. Актрисы Голливуда, которые получили карьеру и добивались этого, добивались внимания этого Харви Ваннштейна. Понятно, что основная причина, почему они бьются, это деньги. А в Соединённые Штаты тут хитрости, так сказать, никакой нет. Они получили компенсацию, хотят получить больше, и хотят... Другие женщины хотят получить компенсацию. И даже те, с кем, по-моему, даже с те, с кем Харви не был в близких отношениях, они делали карьеру. Они делали карьеру, и сейчас возникла возможность, возник тренд, позволяющий им... Ну, многие говорят, отомстить, я не думаю, что это главное. Получить деньги, получить компенсацию за годы унижений. Ну, что-то такое, что-то в этом роде. Они произносят, я слушал выступление одной из них, одной из актрис известных, ну, более-менее известных, которая получила компенсацию. Она плакала от счастья, что, наконец-то, этого Вайнштейна наказали Харви, и он не сможет испортить жизнь никому больше. Он еле живой, еле ходит, но вот... Это оправдание, это всё, так сказать, всё, что связано с окружением событий. Это очень некрасивая история. Я... мне нравилось, вначале очень нравилось вот это новое отношение феминисток к правам женщин. Некое новое качество, за них надо бороться, за эти права. И секретарши, которых дрючат, там, их руководители, и они соглашаются, чтобы не потерять работу, это некрасивая ситуация. Вот. У меня было много секретаров, было много нормальных, хороших отношений с ними, но это никогда не было насилием. Просто мне это было бы неинтересно. Так что, это всё очень некрасивая история, и второго плана тут нет. Кроме того, простого события, что девушки, ну, решили ещё и заработать денег. Продолжение следует...